Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы принимаете сегодня телефонные разговоры, да? Уже принял ваш звонок. Спасибо. Больше часа откровенного разговора в присутствии заместителей главы, начальников управления, а также поставщиков воды, газа, тепла и электричества. Как рассказала Зинаида Николаевна из хутора Песчаны, у них периодически пропадает свет, а не так давно без электричества сидели больше половины суток. И отключают, и отключают. Все, что с огорода я могла, заморозила себе в холодильник, да, отключают на 15 часов. У меня там все, теперь это все несъедобно. И продолжается, продолжается отключение. Вы даже не поверите, у нас каждый день отключения по всему району идут. Каждый день. То Гастагаевская, то Варваровка, то Анапа, то Витязево. По словам главы города, счет с жалобом на пониженное напряжение в сети, а также на перебои со светом идет на сотни. Жалобы в прокуратуру на качество услуг необходимы, чтобы у муниципалитета появились аргументы в диалоге с частными компаниями. Вместе с тем, Юрий Поляков заявил, что ситуация достигла крайней точки, поэтому энергетикам следует подумать над оптимизацией работы и рассмотреть за киловатт-часами живых людей. По нашей дороге, вот Садовая улица перекрыта для больших грузов, для тракторов. Все ездят по нашей улице. У нас такие ухабы и ямы. Любовь Мельниченко из села Юровка рассказывает про улицу, на которой живет уже четверть века. Все это время они в складчину покупали щебень. Теперь просят привести в порядок дорогу, по их словам, ставшую фактически общественной трассой. Специалисты выйдут, посмотрят, кто там работает, кто на чем ездит, а я как бы обезуюсь, вашу улицу там гравием мы отсыпем. За асфальт пока не обещаю. Дороги – вторая тема после электроэнергии. Глава потребовал от подчиненных заниматься проблемами системно, концентрируясь на первопричинах. «Коллеги, вы же все здесь работаете для людей, для народа, но иногда многие об этом просто забывают. Я уже говорил неоднократно, столько жалоб мы имеем, нужно обратить внимание на те жалобы, на одно и то же, на одно и то же, на одно и то же и монотонно их выполнять». Юрий Поляков считает, что подобные открытые диалоги позволяют держать руку на пульсе и в дальнейшем такие прямые линии будут проходить регулярно. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.